Фестиваль чтения «Библия ночь» — это традиционно множество площадок с квестами, выставками, мастер-классами, встречи с писателями и книжные ярмарки, яркие выступления. В Центральной городской библиотеке «Библия ночь» встречала гостей с живой музыкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зале периодики на всеобщее обозрение выставили уникальные издания из фондов библиотеки. На столах и стендах собраны раритеты. Старые газеты, журналы, советские и дореволюционные. Например, «Исторический вестник». Он являлся одним из самых популярных журналов Российской империи. У него было 13 тысяч подписчиков. Это очень много для своего времени. «В каком он будет?» «Это журнал у нас. 1901 года издания». На втором этаже Центральной городской библиотеки расположился литературный твиттер. Здесь желающие могли оставить интернет-сообщение от имени знаменитых писателей. «Да, желательно укладываться в 140 символов, быть лаконичным. А представьте, если бы был Маяковский на нашем месте, как бы он возмущался? А если бы Лев Николаевич Толстой? Ох, он бы, наверное, возмущался этими 140 символами». Для маленьких посетителей «Библия ночи» устроили кукольные спектакли и чтение сказок, мастер-классы по изготовлению волшебной палочки и чирлидингу, конкурс кричалок и рисования песком. «Мы покупали кукольные спектакли. Мы вообще в библиотеке первый раз. Ну, все, мы первый раз». Ежегодный фестиваль чтения «Библия ночи» проходит в России в седьмой раз. Тема «Библия ночи» в 2018 году – «Магия книги». В салоне «Библия магия» можно узнать свое будущее при помощи русской классики. 25-я страница, 7-я строчка сверху. «Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум, свободен, вновь еще союза, волшебных звуков, чувств и дум». «Ну, с его сказанного понятно. Одна любовь прошла, другая любовь у вас появится». Предсказывать будущее помогают Тургенев и Пушкин. Ивану Сергеевичу в этом году исполняется 200 лет со дня рождения. Евгению Онегину 175 лет с тех пор, как роман в стихах вышел из-под пера Александра Сергеевича. Жюбилей отмечает и сама Нижнетагильская городская библиотека. Ей в этом году исполняется 100 лет. «Знаете, в библиотеку приходите, вот такая особая атмосфера отличается, как будто отсекается от остального мира. Вот здесь точно так же, на самом деле. Вот, что еще? «Понравилась организация, да, как сказал Павел. Организация действительно понравилась». Александр Мешков, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ.